Приветствую вас. Я бы хотел, наверное, в первую очередь обратить ваше внимание на то, что вы не задаёте вопроса. Никакого. По факту. По сути. Вы не задаёте никакого вопроса, и не совсем понятно, с чего вы хотите. То есть, да, понятно, что у вас есть проблема с общением, но в вашем тексте имеет место быть противоречия. В том смысле, что вроде как вам не нужен никто, с одной стороны. А с другой стороны, вы вроде как и хотите найти выход из своей ситуации, только вот мотивируясь чем? Вот чем вы мотивированы? Вот это, мне кажется, не совсем понятная история. Да, то есть, если вы мотивируетесь своими интересами, да, если вы мотивируетесь своими желаниями, то надо сказать, что люди, они почувствуют, они почувствуют, что вы делаете это для себя, они почувствуют, что вы заводите знакомство не ради них. Они увидят, что вы делаете это для того, чтобы получить что-то, и ваше знакомство не получается, возможно, потому что вы как раз таки действуете вот не совсем искренне здесь. И мне кажется, что это может быть такой вот причиной, да, таким основанием для того, чтобы у вас не получалось выстраивать отношения с людьми. Вы довольно справедливо заметили тот факт, что у вас была возможность знакомиться раньше, там, где вы были, где вы жили. Вот. А сейчас, в общем-то, ситуация такова, что очень мало общего получается. Получает. Между вами и людьми, с которыми вы сейчас как-то, ну, взаимодействует. И я думаю, что для начала нужно поработать с вашей замкнутостью, если это не является типом вашей личности. Вот. И посмотреть, что можно сделать в этой ситуации. И можно ли сделать что-то вообще в этой ситуации. То есть, если, ну, если вы хотите что-то изменить, то, безусловно, изменить можно. Если вы хотите, если вы хотите изменить что-то в, ну, в себе. Изменить отношения, например, к людям. Изменить отношения, например, к себе. То есть, это, в принципе, реально сделать. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, хотите ли вы этого. То есть, вот, из вашего текста, да, из вашего текста, не очень понятно, на что вы готовы. То есть, попробовали ли вы работать над собой, готовы ли вы что-то менять. Вот. Там есть ощущение, что вы просто, просто не уверены во всём том, что вы говорите. Не уверены в том, что хотите с кем-то наладить что-то. Не уверены в своих желаниях. Ну, то есть, вы не очень хорошо понимаете, понимаете, что чувствуете, что ощущаете. Вот. Вот такое у меня, эм... Такое у меня возникло впечатление от вашего текста. И, понимаете, я вас не обвиняю ни в коем случае, ни в чем, но хочу обратить внимание ваше на этот момент, то есть может быть вы всегда терялись перед людьми, они всегда как-то пасовали перед людьми, может быть были еще какие-то аспекты, которые мотивировали вас вести себя вот так, как вы ведете, да? Вот, кстати, ничего плохого-то вы не делаете, то есть вы почувствуете себя так вот на обочине, условно говоря, то есть вы почувствуете себя на обочине жизни, скажем так. Это, конечно, очень неприятно, чтобы вы себя так почувствовали, но возможно в этом есть некий плюс. Плюс в том, что вас это вот подтолкнуло к тому, чтобы что-то делать в своей жизни, вот. Вот. А я считаю, что это, в общем-то, скорее позитивная история, чем негативная, вот. И теперь вы, ну, боитесь, в некотором смысле, да, боитесь нового опыта, вот, который у вас может быть, и вам, возможно, непривычно, вам, возможно, некомфортно, вам может быть даже страшно, вот. Я думаю, что это нормально, вот. Я думаю, что это нормально, что так вот происходит. Вопрос, опять же, заключается в том, что вы хотите со всем этим делать. То есть если... Если вы хотите это исправить, исправить ситуацию, вот, то нужна, ну, наверное, как определенная работа над собой. Вот. Нужна работа с вашими страхами, нужна работа с проявлениями ваших, эм... желаний, потому что очевидно, что вы, эм... слабо эмоционируете, эм... эм... Вот. И... прочие моменты, эм... которые могут, в общем-то, являться причиной, причиной того, почему вы, эм... сложно сходите с людьми, вот. А мы научиться общению, учиться открытости, учиться непосредственности, учиться... эм... выражать, эм... свои... чувства, которые вы... испытываете, вот. Это тоже определенная работа. Эм... То есть, эм... я хочу сказать, эм... что какой-то, вот, такой... фундамент, да, какой-то такой базис, эм... здесь и есть. Эм... что... что надо бы... надо бы... сделать. Если мы хотим что-то изменить, изменить вам. изменить вас, может быть. Как угодно... это... называть. Вот. Ну, а если не хотите, что же, значит. Таково ваше решение. Таково ваш выбор. Вот. Учиться близостием. Не бояться близостием. получать... удовольствие от... взаимодействия... с людьми. Это... целая наука. Кхм... которая... в какой-то степени... требует... творческого... подхода. Потому что... тут... нет... готовых решений. Никаких. Если вы готовы отправиться в увлекательное путешествие по изучению себя, то... психолог вам... будет необходим. и... вместо психолога вам будет сложно. Правильно себя помогли. Так что... выбирайте... и начинайте... работу. на этом все. Я надеюсь... кто помог вам. Если... вам понравился... мой ответ... буду благодарен... за его оценку... в качестве лучшего. Я желаю вам всего... самого доброго. и удачи! Удачи!